Особое мнение на 101FM Субтитры делал DimaTorzok Конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения» Проходила в Сколково, если я не ошибаюсь, 23-24 апреля. Все верно? Да, все верно. Проходила в Сколково при поддержке государственной компании «Автодор». Это компания, которая занимается платными автомобильными дорогами. Они были организаторами данной конференции. И, конечно, там было много... Обсуждался основной вопрос. Это приоритетный проект. Это национальный проект, который до 2024 года в рамках БК. «Безопасные качественные дороги». И основной акцент данной конференции – это был по безопасности дорог, как снизить смертность на дорогах в рамках национального проекта. Смертность идет речь и о людях, которые попадают в автомобильные аварии в качестве пассажиров и водителей, и о пешеходах. То есть обо всех категориях участников дорожного движения. Да, конечно. Потому что мы в последнее время, как бы не только мы в Кировской области, но и в Федерации мы наблюдаем, что смертность начала расти. Только дороги стали улучшаться, и стало больше аварий. Это такая закономерность, которую озвучивают многие эксперты. Да, нехорошая закономерность, очень нехорошая закономерность. Поэтому сейчас мы все с вами можем слышать, что на федеральном уровне стали обсуждать вопросы повышения штрафов, сумм штрафов за нарушение правил дорожного движения, а именно скоростного режима, про что сейчас активно говорит ГИБДД. Ну и многие моменты, о которых стали говорить, это именно о повышении штрафов в рамках безопасности дорожного движения. Ну вот давайте, Константин, разделим все-таки на несколько подпунктов, скажем, то, о чем говорилось. Как я понимаю, первое, это смертность на дорогах, и меры ее снижения, направленные на ее снижение, это первое. Второе, меры, направленные на улучшение качества дорог все-таки, и дорожного полотна, потому что это тоже история, которая заканчивается не всегда. Хорошо я имею в виду дороги с ямами, потому что помню прошлый год и совершенно чудовищную новость про девушку в Кировской области, которая объезжала яму, выехала на встречку и, собственно говоря, погибла в этот момент. Вот. Еще история, связанная, как я понимаю, с нелегальными перевозчиками и мерами взаимодействия, воздействия, точнее, на них и борьбы с ними, потому что это тоже такая категория людей, которые могут создавать опасность на дороге, да. То есть вот разные пункты. Давайте, я не знаю, там, наверное, все-таки начнем с дорожного покрытия. Да, давайте начнем как бы по пунктам, да, и лучше даже начать с другого, что национальный проект, основа национального проекта, это не только улучшение уличной дорожной сети, региональной сети субъектов, да, это, во-первых, и снижение смертности на дорогах. Примерно, если брать национальный проект, это порядка... Я не люблю такими цифрами говорить, как бы цифры, это все-таки смерть человека, это неправильно на сегодняшний день, но согласно национальному проекту, это 4 человека на 100 тысяч населения, регионной субъекта Российской Федерации. Вот такая цифра должна быть смертности на нашей дорожной сети, там, нашего субъекта, соседнего субъекта Российской Федерации к 2024 году на сегодняшний момент. Москва, конечно, этот уже показатель выполнила, у них на сегодняшний день 3,7 показателей, в некоторых субъектах даже показатель завышен там в разы, там взять почему-то Якутия, там показатель был порядка 15 человек на 100 тысяч населения. Потому что там жителей не очень много, мне кажется, в Якутии. Да, наверное, там жителей не очень много, в Москве скопление людей намного-намного больше, да, и как бы показатели, они намного ниже. Если берем, опять же, про наш регион, про нашу родную Кировскую область, да, у нас на сегодняшний день вот из публичных источников, я вчера смотрел, показатель порядка там что-то 7 человек на 100 тысяч населения, да. Вот, опять же, эта цифра, она из года в год прыгает. Если берем, опять же, статистику, которая в публичных источниках была в 2016 году, показатель был порядка 5,6 или 5,7 на 100 тысяч, да. То есть было меньше. Было меньше. Начали делать дороги, стало больше. Стало больше. И вот поэтому сейчас требуется новый подход, новый подход к безопасности дорожного движения. На мой взгляд, это не только повышение суммы штрафов в рамках административного кодекса, да. Это, во-первых, надо вводить какие-то новые нормы, правила поведения водителей на дороге. Вот, о чем, конечно, и обсуждали на данной конференции, да. А какие, Константин, могут быть новые правила? Ну, вроде как, водители все знают, что надо соблюдать правила дорожного движения. Они есть. Ну, во-первых, это многое зависит от человека. Во-первых, зависит от поведения водителя и как он воспитан, да. Как он воспитан, вести себя на дороге. Вот. Там были несколько различных круглых столов, там, связанные и с школьным образованием, что ребенку, начиная там со школы, что и ГИБДД, по сути, и занимается. У них целый пул программы. Есть на сегодняшний день школьного образования, когда инспектора ходят в школах и рассказывают детям, как вести себя на дороге, что не надо перебегать, где не положено. И эту программу обещают усилить, усилить, добавить там нововведения. Какие? Непонятно пока. Пока, да, там больше это связано, опять же, с различными конкурсами, да. Насколько это будет работать и насколько это будет не работать, честно, не пойму, да. Но вот одно из предложений, которое мне понравилось, опять же, это мы говорим о нашей столице, потому что столица на сегодняшний день впереди планеты всей, впереди всех объектов. На Москву ориентируются. Да, все ориентируются на Москву, и она там презентовала свой огромный проект, который они уже реализуют не первый год. Его можно кратко сказать, это умный город, о чем мы сейчас и в Кирове начинаем говорить. Когда все системы мониторинга, уличной дорожной сети, светофоры, освещение, движение трафика, общественный транспорт подвязан в одну большую систему, и за этим всем наблюдает Большой Брат, Большого Ока, можно так это назвать, да, и мониторит всю ситуацию, да. Самое, что есть интересное, что они внедрили, они смогли договориться со многими интернет-порталами, со многими интернет-провайдерами, и не только провайдерами, но даже вот, например, Яндекс, они подвязали, они сумели договориться с Яндекс.Навигатором и с Яндекс.Такси о том, чтобы наладить информационный обмен в рамках вот этого же портала, да, в рамках вот этой схемы, когда Яндекс.Навигатор передает данные, передает данные в центр мониторинга города Москвы, да, и за счет своих полученной информации, своих же камер, да, за счет полученной информации Яндекс.Навигатора, они могут более оперативно реагировать на безопасность уличной дорожной сети. Где-то там авария, где-то пробка, а Москва – это живой организм, и Киров тоже живой организм, и сами понимаете, что такая небольшая пробка с небольшой аварией, это надо сразу резко реагировать и сразу эту ситуацию решать. Вот, если мы берем, уже глубже уходим в безопасность дорожного движения, да, то здесь, конечно, аспект идет... Сейчас, например, проводится мониторинг, связанный с разметкой. Это проводил и общероссийский народный фронт в свое время, да, и были выявлены показатели, что вся разметка практически, где был общероссийский народный фронт, да, вся эта разметка, она не соответствует ГОСТу, не соответствует стандартам. И это все было презентовано на данной конференции, да, руководителям данного проекта. Константин, да, я прошу прощения, мы сейчас все-таки сделаем небольшой перерыв, полуминутный. После этого я у вас спрошу, а кировчане-то были на конференции? Те люди, которые вот это вот все слушали, и которым надо это будет воплощать? Константин Сичихин, в нашей студии не переключайтесь. Особое мнение на 101FM Продолжаем с Константином Сичихиным обсуждать итоги конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения», которая прошла в Сколково, буквально вот на прошлой неделе она завершилась. Константин начал говорить, все вот элементы, которые презентовали на конференции, в том числе москвичи, конференция была общероссийская. Из Кирова кто-то там был? Из Кирова был Лунёв Евгений Николаевич, это руководитель сейчас... Объединённого управления. Объединённой организации, да, бывшая дирекция дорожного хозяйства. Был начальник ГИБДД, и больше никого. Два человека? Ну, два человека, да. Наверное, этих специалистов достаточно, да. Почему не было со стороны Министерства транспорта, либо со стороны правительства никого, хотя там очень много министров транспорта присутствовало в других регионах, где-то заместители министров были. Я многих уже министров лично сам знаю, в других регионах, ну, по крайней мере, там из пяти регионов, кого я знаю, министров транспорта, да, они там были, они присутствовали, и они изучали, потому что эта конференция, она была под эгидой правительства Российской Федерации, да, там был заместитель председателя правительства, он, Акимов Максим Алексеевич, который руководитель национального проекта БК «Безопасные и качественные дороги», там был министр транспорта Дитрих Евгений Иванович, да, и много-много-много кто еще там присутствовал, да, из тех лиц, которые ответственны за реализацию национального проекта. И, на мой взгляд, я считаю, как минимум, кто-то со стороны правительства Кировской области должен был бы присутствовать на данной конференции. Но не сложилось. Но не сложилось, видать, не получилось по графику работы. Так, нам надо ускоряться немножечко, потому что у нас тем много, но помимо конференции есть еще несколько тем, да. Все-таки вот возвращаясь к программе, когда она была еще в виде программы «Безопасные и качественные дороги», я так понимаю, что сейчас это такая часть национального проекта, да? Ну, приоритетный проект, это сейчас часть национального проекта. Национальный проект нацелен на региональную сеть, приоритетный проект нацелен на именно агломерацию. Что говорили по поводу взаимодействия федерального центра с регионами с точки зрения, я не знаю, выделения средств на ремонт дорог и прочее, прочее, прочее? Эта история, она будет продолжаться? До 2024 года это будет продолжаться, бюджет заложен на сегодняшний момент, все зависит от региона, как они будут выполнять данный национальный проект. Так вот, та история, что наши представители не поехали на конференцию, она каким-то образом может сыграть нам в минус или нет? Или будут оценивать исключительно качество дорожного покрытия? Я думаю, что в минус, конечно, нам не сыграет, только по той причине, что до конференции, я знаю, что Чурин... Александр Чурин. Александр Чурин встречался с Максимом Алексеевичем Акимовым, и они как раз этот вопрос, связанный с национальным проектом, обсуждали. Я не думаю, что это очень сильно повлияет на дальнейшую реализацию нашего проекта, в плане худшую сторону, но все равно считаю, что для обмена опытом, для обмена опытом, как минимум, либо там заместитель министра, либо министр должен приезжать на такие мероприятия и общаться со своими коллегами, которые там с соседних регионов, потому что у всех различная ситуация по реализации, у всех разный подход. Опять же, подход в рамках безопасности дорожного движения, потому что мне понравилась инициатива, которую сейчас хотят реализовывать, опять же, в рамках Москвы. Это совместно с Яндекс.Навигатором рассказали, что собираются внедрять, вот когда ты едешь по улице, ты же в основном сейчас у нас многие пользуются Яндекс.Навигатором, Яндекс.Навигатор будет предупреждать заранее водителя, что либо это опасный участок дороги, либо надо там снизить скорость. Он и сейчас предупреждает по поводу ограничения скорости, а в будущем хотят внедрить вот эту инициативу, что Яндекс.Навигатор будет предупреждать о концентрации либо ДТП этого места, потому что он фиксирует это все, и это прямые данные, либо он будет предупреждать о опасный поворот, либо скользкая дорога. Внимание, дети. Да, внимание, дети. Вот это все они хотят в дальнейшем внедрить в рамках данной платформы. Это, если не ошибаюсь, это вот как раз Москва сейчас пытается с Яндексом эту инициативу реализовать. Если эта инициатива будет успешной, то в дальнейшем, надеюсь, будут и транслировать на регионы. Распространять на регионы. Еще одна важная такая составляющая конференции – это борьба, не знаю, работа с нелегальными перевозчиками. И я так понимаю, что в том числе на конференции озвучилась информация о том, что систему Платон собираются применять, в том числе в отношении пассажирского транспорта, пассажирских автобусов. Да, как бы здесь, там, несколько частей в данной ситуации. Да, с нелегальными перевозчиками надо бороться. Каким образом надо бороться? Понятно, что те методы, которые на сегодняшний день существуют, их не хватает, и мы с вами это видим. Поэтому надо уходить в цифру, как я это говорю, да. Надо уходить в цифру, и мы в этой же студии, когда приезжал Илья Звотов, это общественный руководитель общественной организации пассажиров, он рассказывал как раз про электронную схему, электронную карту, схему, где будут все автобусы привязаны. И вот как раз организация РТИ Инвест, чьими руками реализуется Платон на сегодняшний день, они презентовали свое видение, каким образом можно решить вопрос по нелегальным перевозчикам в рамках электронной схемы с общественным транспортом, когда их можно подвязать в такую же систему, в рамках карты, в рамках GPS-трекинга, выдается лицензированную автобусу чип, можно так это сказать, да, коробочка, и его можно проследить, да, там заполняется, в электронном виде можно заполнять и путевой лист, и проверку, медицинскую проверку водителям, и много-много всего. И чуть ли не количество пассажиров там учитывается, количество проданных билетов и прочее. Да, там все можно подвязать в рамках одной системы, и это все реально, это все работает на сегодняшний момент. Вот с автобусом, который работает легально, все понятно. Им скажут поставить коробочку, они поставят коробочку. А с автобусами, которые нелегально работают? А дальше, если тебя нет в этой системе... А, то есть ты не отображаешься на карте, но ты едешь. Конечно, если ты едешь, и тебя нет в этой системе, и тебя нет в этой коробочке, да, так извини, получаешь штраф. Сейчас же так же, если ты едешь по федеральной трассе, и у тебя нет коробочки, которая считывает тебя, что ты являешься плательщиком, зарегистрированной организацией, которая оплачивает проезд по федеральной автодороге, то ты, значит, нелегальный перевозчик в данной ситуации грузов, и ты также получишь штраф. Так и в данной ситуации, если проводить параллель между грузовыми и общественным транспортным, примерно схема-то одинаковая. Получается, у тебя есть коробочка, тебя видно из космоса, открыли карту, посмотрели, тебя там нет, значит, ты нелегальщик. Если ты нелегальщик, значит, получаешь штраф, и будьте любезны, обладайте за штраф. На ближайшем посту человека-водителя транспортного средства остановят. Это намного проще, чем бегать и искать вокруг автовокзала, автостанции где-то, и спрашивать, а заказной ты, не заказной перевозчик. Вот сейчас я Константина попрошу прокомментировать постановление, которое в начале апреля издало правительство области. Постановление номер 176П размещено на сайте правительства областного, можно там его найти. Об утверждении перечня мест на территории муниципальных образований области, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается. Мы в этой студии с Яном Чеботаревым пытались выяснить, что это за бумага, тогда было не очень понятно на самом деле. Я Константина попросила вчера посмотреть, что это за документ, и, ну, собственно говоря, на кого он направлен. Если я верно, Константин, поняла, то эта бумага, она направлена на борьбу как раз с нелегальными перевозчиками, которые пассажиров перевозят. Вот те автобусы, о которых мы с вами говорили, маленькие заказные автобусы. Да, это именно те, которые прикрываются, перевозя пассажиров, заказными перевозками. Это как раз постановление, можно сказать, взятое из 38 статьи 222-го федерального закона. Дублирует. Да, дублирует, можно сказать, 38 статью на сегодняшний день. И там практически слово в слово все прописано. Ну, там указаны территории, где нельзя, собственно, чаще, чем три раза в месяц появляться. Это территории, прилегающие к автовокзалам, автостанциям, площадки для разворота автобусов. А вот дальше там улицы, проезды, автомобильные дороги, по которым проходят межмуниципальные, межрегиональные маршруты регулярных перевозок и прочее. Не очень понятно вообще, как вот эта вот бумага регламентирует деятельность всех остальных перевозчиков. Ну, вот я как раз по этому поводу вчера решил проконсультироваться у Ространснадзора, у ГАДА, как я называю. Да, это именно кому будет в дальнейшем совместно с ГИБДД поручено, как я понимаю, для и уже поручено в рамках федерального закона выполнять данные нормативные акты. Вот, сейчас они активно изучают практику соседних регионов, практику Москвы, практику Казани, где уже успешно это все применяется. Есть уже и постановления по этому поводу, да, есть уже и акты, были уже и обжалования по этому моменту, да, и там уже есть и судебная практика, вот. И надеюсь, что в ближайшее время данная организация Ространснадзор приступит в рамках данного постановления работать по нелегальным перевозчикам в Кировской области. Но вот нелегальные и легальные все-таки, вот есть такси, которые, например... Нет, мы про такси здесь пока... То есть этот документ такси не касается? Да, этот документ такси в прямом смысле не касается, тут четко прописано, про заказные перевозки. То есть речь идет именно о заказных автобусах? Это и речь идет о заказных перевозках, да, если автомобиль, автобус, там, Газель занимаются заказными перевозками, чем у нас пытаются, под какую формулировку пытаются прятаться нелегальные перевозчики, да, вот, то это вот как раз речь идет про них, что лишний раз он не скажет, что он занимается заказными перевозками, ну и здесь будут все моменты фиксироваться, сколько раз он стоит на этой улице, на этой остановке возле данного вокзала. Каждый день, каждый день. Ну, как они это будут делать? Вот, большой вопрос, вот эта организация наша со сложным названием в виде аббревиатуре, каким образом она будет отслеживать известно? Ну, вот сейчас как раз они изучают практику, как соседние регионы работают по данному постановлению и изменению федерального закона, да. То есть лучше с ними? Да, я думаю, лучше с ними проговорить, но здесь система, она стандартная, это фиксация нарушений, 1, 2, 3, 4, грубо говоря, на четвертый раз мы его штрафуем. То есть ножками люди пойдут? А как еще? У нас на сегодняшний день других вариантов нету. У нас на сегодняшний момент никто не подвязан к какой-то цифровой карте, да. У нас нет никаких-то, знаете, общественников, которые готовы каждый день бегать, и мы с вами не наблюдаем, чтобы у нас сильно общественность боролась против нелегальных перевозчиков. Хотя мы пытаемся побудить граждан, чтобы надо бороться, но там один я, там еще мои товарищи на это не смогут все сделать, то на сегодняшний день ребята с Ространснадзора своими силами, я думаю, что будут выполнять данный федеральный закон с данным постановления. И постановление правительства. Константин Сичихин в нашей студии, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт общественной палаты в сферах транспорта и ЖКХ. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, вернемся, у нас еще несколько дорожных тем впереди. Продолжаем с Константином Сичихиным обсуждать дорожные новости. Еще одна интересная тема, которую, собственно говоря, в том числе и наши слушатели просили обсудить, это история с контролем рабочей группы. Группа работает при общественной палате, я напомню, группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог проводила в начале апреля горячую линию по ямам, трещинам, выбоинам и качеству дорожного покрытия. Особенно это касалось тех участков, которые ремонтировали в рамках БКД в прошлом и позапрошлом годах. Я так понимаю, что несколько десятков поступило обращений, что с ними сейчас происходит? На сегодняшний день порядка 150 обращений поступило в общественную палату в рамках горячей линии. На сегодняшний день часть обращений связаны с аппаратом палаты, их переработал, можно сказать, проанализировал, провели аналитику. Часть обращений связаны с улицами, которые совсем никогда не ремонтировались. То есть не только БКД, но и другие участки. БКД, потому что мы принимали всю информацию, даже с дворовыми территориями информация приходила. Часть информации, а это порядка процентов 40, это улицы как раз связанные с ремонтом, которые осуществлялись с 2016 по 2018 год в городе Кирове. Звонили и со Слободского, и из Кирова-Чепецка, есть информация. Вот, например, порядка трех обращений было только Киров-Русская. Дорога? Да, дорога Киров-Русская была, порядка трех обращений. Подождите, Константин, ее же в прошлом году сделали. Ну, позапрошлом, в 2017 году ее делали. Сначала делали, в том, в следующем году ее доделывали, да. В том году ее доделывали, да, там 5 километров участок. Вот, и порядка трех обращений есть. Сейчас мы эти обращения уже, можно сказать, проверили, да. Да, они, там я не скажу, что уж совсем все так ужасно, да. Но, по крайней мере, есть трещины, есть ямочность местами, да. Надеюсь, надеюсь, опять же, по гарантийным обязательствам кто-то исправит. Только... Кто-то это кто? Ну, в случае... Учитывая, что было два подрядчика на дороге, кто-то это кто? Кто будет исправлять? Кто-то это кто? Вот сейчас мы не ждем. Мы не нашли в прошлом году ту компанию, которая не доделала. В этом году мы ее не найдем. Вот, все вероятнее придется исправлять силами либо субподрядчика, там, Вят Автодор работал, да. Вот, либо за счет бюджета города Кирова. Вот, ну, по крайней мере, посмотрим, что ответит нам на этот счет дирекция дорожного хозяйства, да, сейчас управление. Вот, потом бы по Красноармейской улице в районе дома 80-82, там, порядка шести обращений. Пришло в микрорайон Ленгасово 4 обращения, Волково, ну, это где основные такие скопления, как бы, да, очаги. Улица Волково 4 обращения было, Казанская от улицы Милицейской до улицы Урицкого, порядка пяти обращений. Потом, ну, масса обращений была в районе улицы Горького до улицы, ну, там вот как раз вот эта улица, наверное, Калинина, Красноармейская, там, где разбита... То есть улица Горького от Воровского в сторону автовокзала? Ну, от Горького до Чапаева, получается, там есть участок такой, да. Улица Воровского? Нет, от улицы Горького до улицы Чапаева есть аллея посередине, там две улицы с односторонним движением. Да, да, я поняла. Калинина одна. Там в ужасном состоянии находится дорога, и ее, конечно, не ремонтировали в том году, ну, по крайней мере, надеюсь, что в этом году сделают. Вот. Ну, еще переулок Колесниково есть такой в районе ТЦ-5, поворот от Советского тракта, но его тоже не ремонтировали, он не относится к БКД. Вот. Порядка четырех обращений, там улица сильно разбита. Что со сроками? Со сроками, как мы со своей стороны, у нас свои сроки, мы не равняемся ни на дирекцию дорожного хозяйства, ни на кого. Мы сейчас все улицы отрабатываем, проверяем данную информацию, реально или нереально. Члены рабочей группы периодически по тем сообщениям выезжают, смотрят, фиксируют, ну, в большинстве случаев это процентов на 99, это подтверждается информация по тем участкам, по которым люди звонили. Подтвердили, зафиксировали, все передали, а дальше... Дорожное хозяйство направим эту информацию, мы уже направили, дальше мы сейчас еще раз промониторим, опять же направим. В ближайшее время, где-то порядка 16, наверное, может быть, мая будет совещание, где мы будем обсуждать вопрос, связанный с горячей линией. Совещание это рабочая группа и дирекция? Это будет расседание рабочей группы с участием дирекции дорожного хозяйства. Управление дорожной и парковой инфраструктуры, оно называется теперь, но мы по старинке дирекции называем, да. Вот, мы пригласим и все-таки спросим, когда они будут устранять данные нарушения, когда подрядчики будут выезжать на улицы и начнут устранять данные нарушения. Что еще будет с контролем в этом году? Ну, в этом году мы никуда не денемся, связанно от контроля за качество выполнения работ при укладке уличной дорожной, ну, асфальта, проще сказать, да, покрытия. Надеюсь, что поработаем плотно по содержанию, потому что, как обещает Евгений Николаевич Лунев, новый руководитель, он за это, за этот контроль возьмется очень жестко. Содержание мы имеем в виду уборку? Летнее, летнее. Уборку и ямочный ремонт, что мы имеем в виду? Это мы имеем в виду уборку, это чтобы у нас не было пыльных бурь. Они уже есть. Да, уже сообщения идут вовсю, хотя тут ничего сложного нету, впереди пустить поливочную машину, чтобы немножко полить, да, чтобы не создавать вот эти пыльные бури. Вот, будем данный момент контролировать, смотреть, ну и, конечно, у нас члены рабочей группы входят в проектный офис, который создан при правительстве области. Надеюсь, что, как бы, они там будут себя активно вести, и мы что-то от них услышим, да, потому что я за них сейчас не могу говорить, я не вхожу в этот проектный офис. Вот, потому что национальный проект, он связан с региональной сеткой, не только с городом Кировом, Кирово-Чепецком и Слободским. Обязательно будут выезды в регион, обязательно будем смотреть за качеством выполнения работ, где это будет делаться. Надеюсь, что нас привлекут в рамках проектной группы, о которой вчера Александр Чурин озвучил, по безопасности дорожного движения, который собирается создавать при правительстве области. Потому что общественность там должна быть, я считаю, да, и мы можем внести свою какую-то лепту в данный проектный офис, ну, в данную проектную группу. В общем, группа работает, я поняла так, группа работает, выезды будут не только в Кирове, но и в районной области, но вы сейчас не можете точно сказать, когда и где, потому что, собственно, пока работы-то не начались еще. Вопрос-то в том, что давайте не будем, как говорится, тут скрывать, я уже не руководитель, да, на рабочей группе. Владислав Крысов теперь руководит. Да, Владислав Крысов сейчас руководитель, и я не могу говорить за всю рабочую группу только по той причине, что я сейчас не ответственное лицо, чтобы говорить за всю рабочую группу. Куда-то жаловаться продолжать можно людям? Нет. То есть через сайт общественной палаты все старые механизмы, они все сохранились? Все старые механизмы, они у нас есть, мы никуда не делись, у нас есть. Личные социальные сети каждого. Здесь сколько раз вот мы с вами о дорогах не разговаривали, да, я постоянно повторяю, что мы никуда не делись, социальные сети работают, общественная палата работает, аппарат работает, все работают, да, на сегодняшний день. Просто та активность, которая была раньше, она, может быть, немножко поубавилась. Надеюсь, что активность мы восстановим в ближайшее время, да, но все, пожалуйста, вопросы, связанные с планами рабочей группы. Задавать Владиславу Крысову на сегодняшнем, ну, как бы так, как он является руководителем, и мне... Ему просто проще будет объяснить. Да, мне просто не сказать. Я могу за себя ответить. Я, со своей стороны, как представитель Федерального дорожного агентства, общественного совета, я буду отслеживать работу в рамках национального проекта. У меня будут свои, там, отчеты по этому поводу, да, они связаны с регионом, да. И также мы в ближайшее время все будем собираться и общественным советом при Федеральном дорожном агентстве как раз обсуждать национальный проект или его реализацию на местах, каким образом регионы их реализуют, в каком они этапе находятся, да. Будем выезжать в регион и смотреть, как говорится, где, как это проходит, каким образом это будет работать. Это все будет в течение данного сезона мною совместно со своими коллегами проводиться. Ну и, конечно, я не буду забывать про Кировскую область. Так, еще у нас остается пять минут, даже четыре уже. Буквально вот короткая такая история. Мы когда про Платон заговорили, я вспомнила, что Платон ведь собираются использовать, как я понимаю, в том числе и в контроле за вывозом мусора. Это такая тема больная, мусорная реформа. Так это или не так? Платон не собираются использовать за контролем мусора. Только по той причине, что это отдельный проект, опять же, организации РТИ Инвеста. У них есть отдельная организация, связанная с переработкой, сортировкой. И у них есть отдельная организация региональной операторы, которые подчиняются им. И они уже у себя внедряют это технологии, связанные с контролем. РТИ Инвест – это Татарстан, я так понимаю. Это не Татарстан. РТИ Инвест – это большая крупная корпорация, у которой есть корпорации, организации, которые занимаются какими-то направлениями. Одним из направлений – это мусор. Это ТКО. И в Татарстане они реализуют проект, связанный в рамках регионального оператора в Татарстане, в Казани. Они реализуют проект как раз цифровой схемы вывоза мусора, когда контейнер – это не просто железная коробочка, которая стоит в вашем дворе, а это практически напиханная датчиками, которые видны с космоса, который подает данные о наполняемости данного контейнера. И на сегодняшний день это успешно реализуется данная технология в Казани, когда региональный оператор сидит и видит, насколько наполняемость идет контейнера в каком-то доме, в районе, в населенном пункте. И едет туда только тогда, когда контейнер наполнен, чтобы лишний раз машину не гонять, деньги на бензин не тратить. Например, перед сменой выстроить график работы оператора, шофера, мусоровоза таким образом, чтобы пустые контейнеры не забирать, а забирать только те контейнеры, которые уже либо наполнены, либо наполнены уже на 80%, чтобы не получалось той картинки, которую мы с вами наблюдаем в городе Кирове, когда у нас там по понедельникам, по вторникам мусор валится в разные стороны, и нам это все, про это рассказывают, что так это же выходные были, так извините. Это вы сами виноваты. Вы сами виноваты. Так мы-то не виноваты. Мы заплатили за то, чтобы нам качественно оказали услугу. Говорилось что-то по поводу того, когда в Кирове все-таки вот эти вот вещи все будут внедряться? Здесь у нас есть свой региональный оператор. Это вопросы к нему. Это все вопросы к нему, и было бы желание, научиться всегда можно, я считаю, потому что технологий много, технологий в России, страна большая, везде внедряются различные технологии. Будьте любезны ездить, учиться. Вот разговаривал как раз с научными сотрудниками технологий, которые внедряются в Москве в рамках умного города. Ребята готовы приезжать и в Киров, делиться каким-то опытом по внедрению тех технологий, которые у них на сегодняшний день есть, по обмену опытом, показывать те соглашения, которые у них подписаны с Яндексом по обмену данными. Потому что мы у себя не можем наладить обмен данных между одним подрядчиком и другим подрядчиком и дирекцией, ну, как бы, в центре обмена информации, да, которая при ГДМС создана. Вот, а здесь целый Яндекс с правительством Москвы нашел вариант, как обмен данными осуществлять. Осуществить. Ну, я думаю, что было бы желание, а решить там нужно массу проблем. В общем, будем надеяться, что все-таки оператор наш региональный как-то следит за трендами современными, цифровыми, и каким-то образом начнет свою работу выстраивать по-современному. Константин Сичихин в нашей студии, член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт Общественной палаты Кировской области в сферах транспорта и ЖКХ. Я благодарю Константина за особое мнение. Программа на этом завершается. Спасибо большое. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM